В безвыходной ситуации оказалась семья из Алматинской области. Жительница поселка Теренкара Гульмира Узагбаева в свои 17 лет перенесла уже несколько инсультов. Казахстанские врачи, по словам матери Гульмиры, сделали все, что могли. Теперь помочь девушке помогут лишь зарубежные специалисты. Аскар Мендебаев расскажет подробнее. У Гульмиры Узагбаевой четыре раза нарушалось мозговое кровообращение. Столько же операций ей пришлось перенести. Вместо учебы – больницы, вместо развлечений – лекарства. В таком ритме Гульмира живет с четвертого класса. Родные поддерживают девушку как могут, но со временем это становится все сложнее. У нас рука и нога парализованы. Мы лечились и у нас. И восстание врачи говорят – дальше лечить здесь не имеет смысла. Нужно оперировать либо в России, либо в Израиле. Мама Гульмира Гуляш осталась одна с тремя детьми. Шесть лет назад глава семейства скончался от инфаркта. Женщина перебивается случайными заработками. Содержать большую семью очень сложно. Тем более дочери всегда нужны дорогостоящие лекарства. Диагнозов несколько, но основной звучит так. Артерия – венозная мальформация, то есть нарушение мозгового кровообращения. В центре нейрохирургии в Астане нас смотрели и советуют не тянуть с операцией. Гульмира мечтает стать первоклассным врачом в области нейрохирургии или кардиологии. Девушка говорит, что могла бы помогать таким, как она, безвозмездно. Мать Гульмира говорит, что они брошены на произвол судьбы и помощи ждать неоткуда. Сейчас свою небольшую двухкомнатную квартирку, вот в этом общежитии, в поселке Теренгора, Гуляш Туруниязова вынуждена продать. Куда они пойдут дальше и где будут жить, женщина не знает. Оскар Медыбаев, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.